Отпишитесь. Отпишитесь. Все отпишитесь от моего канала. Всех приветствую на моем музыкальном канале. Меня зовут Ирина Шириледи. И это рубрика «Музыкальная гостиная». И сегодня у нас в гостях Сергей Сергеевич Колесников. Здравствуйте. Прошу любить и жаловать. Расскажи, пожалуйста, Сергей, чем ты занимаешься? Я пою в основном. Поешь. Где ты поешь? Я пою в Соборе, Казанском, на Красной площади. И еще в одном ансамбле в Москве. Ранее был я солистом ансамбля Черноморского флота в Севастополе. Солистом? Ничего себе. Какой у нас сегодня интересный гость. Расскажи, пожалуйста, какой у тебя диапазон? Чем можешь похвастаться? Ну, диапазон большой достаточно, слава богу. До трех октав рабочего диапазона и общего до четырех, я бы сказал, октав. Ну, коронная есть что-то вот у тебя в голосе? Что вот у тебя самое такое коронное? Ну, самое ценное, это, наверное, низкие ноты в контр-октаве у меня. Которые иногда доходят до ноты соль диез или фа, контр-октава внизу. Ну, и наверху плюс три октава от этих нот. Здорово. Сергей, я знаю, что ты не сразу стал певцом. Изначально у тебя было другое образование, другая жизнь, можно сказать. Расскажи, пожалуйста, поподробнее. Как вот так получилось, что ты сейчас поешь, и это твоя основная работа? Ну, у меня первое образование инженерное. Закончил я Севастопольский университет ядерной энергии и промышленности в 2007 году. И работал по специальности несколько лет после окончания университета. Вот, впоследствии я пришел петь в церковный хор в январе 2009 года. И, получается, через полгода начала пения в хоре церковном я поступил в музыкальную школу по классу вокала и фортепиано. И через год уже на подготовительное отделение в консерваторию. И уже еще через год на первый курс консерватории, который я впоследствии окончил. А почему ты не стал работать инженером? Что вот тебе не понравилось в этой профессии? Почему тебя вот понесло именно в музыкальную сферу? Что-то, может быть, спровоцировало или как это так получилось? Ну, как это так получилось? Моя мама занималась в молодости, в самодеятельности. И ее аккомпаниатор пела в хоре Вознесенского храма в Севастополе. Ирина Юрьевна ее зовут. И, ну, в общем, моя мама захотела, чтобы я пел в церковном хоре. И определила у меня наличие вокальных данных. Вот, регент хора Ольга подтвердила наличие у меня, так скажем, оперных вокальных данных, о которых я не догадывался до момента поступления в университет инженерный свой. Да, у тебя прекрасный голос, очень красивый. И мы это сегодня услышим обязательно. Спасибо, взаимно, взаимно, взаимно. Я надеюсь, мы тоже вас услышим сегодня. Ладно. Такой интересный у тебя факт биографии есть. Насколько я помню, ты даже успела поработать программистом. Получается, из программистов вокалисты. Вот как тебя занесло в программисты? Ты как-то искал себя или, может, у тебя интересы какие-то? Вот инженер, программист, вокалист. Как так все смешалось? Все смешалось. Люди, кони. И программисты. И программисты, да. Ну, мне показалась специальность вокалиста более какая-то романтическая, более, так сказать, творческой. Потому что работа вокалистов, она связана с большим количеством, так сказать, путешествий по миру и выступлений на публике, публичных. Я подумал, что это просто интересно. И, ну, я не знал о наличии у меня вокальных данных до поступления в университет. И, поскольку они у меня оказались редкими и, скажем, оперными, то я решил, что будет с моей стороны правильно их использовать в области вокала. О публичных выступлениях и разноплановых голосах. Я хочу тебя попросить, чтобы ты что-нибудь сказал голосом Брежнева, голосом Горбачева и что-то от себя, вот, что ты посчитаешь нужным. Я буду сейчас что-нибудь придумывать на ходу. Давай, давай. Я думаю, нам... Из того, что я уже и так давно знаю. Предлагаю сейчас начать с голоса, похожего на голос Левитана. И специально для питерской аудитории я скажу несколько фраз, которые должны ей понравиться. Говорит Москва, говорит Москва, работают все. А Москва говорит. И говорит она, что она работает. Классно. Да, вам понравилось. Нам очень, да. Мне очень нравится песня про Москву. А эти слова, а тебе Москва. Спой, пожалуйста. Хорошо. Ты никогда не бывал в нашем городе светлом Над вечерней рекой не мечтал на заре Друзьями ты не бродил по широким проспектам Значит, ты не видал лучший город земли Песня плывет Песня плывет Сердце поет Эти слова О тебе Москва Ну ты прям мощный Ленинград меня поддерживает Про кого мы еще будем говорить? Про кого мы еще сегодня не говорили? Я устал Я ухожу И сделал все, что мог Очень похоже Да Я вырежу, не переживай Это нельзя, да Я вырежу, не переживай Так Ну что еще сказать еще Дорогие товарищи Вчера на похоронах товарища Суслага Все политбюро вело себя крайне аморально Ну а когда заиграла музыка Только я один нагадался пригласить дому на танец Также можно В из-за этой же серии сказать так, что Дорогие товарищи Вчера я вернулся из поездки по странам Африки Где мне дали орден Но его сейчас на мне нет Потому что его предполагается носить в носу Сейчас было сложно Я пока не поняла Потом отпишусь, если пойму Отпишитесь Отпишитесь Все отпишитесь от моего канала Ну сейчас обидно было Мы тут развиваем Тебя, Сергей, для рекламы позвали Такой интересный гость Ты что? Да, да, да Так, значит Что еще хотела я у тебя спросить Ты певчий в хоре в Казанском соборе На Красной площади Расскажи об этом поподробнее Мы с тобой за кадром уже не раз обсуждали музыку Меня вот очень интересует та тема Когда ты рассказывал свои мысли По поводу православия в творчестве Цоя Можешь об этом поподробнее для наших зрителей? Да, конечно же Мой знакомый Который служит в Питере Зовут его отец Сергий Ученишвили Он учился с Цоем вместе В Питере В школе или в университете? Ну, в училище В училище И он является одним из организаторов фестиваля Небославян в частности И других там тоже фестивалей И как-то мы говорили с ним о том, что Цой написал песню Звезда по имени Солнце Ну, как бы по тропарю Рождества Христова То есть содержание тропаря Ну, приблизительно следующее Песнопение поется на Рождество И праздники Ну, как бы и дни предшествующие Рождеству И еще некоторое время после Рождества Христова Ну, в общем, там есть такие слова, что Рождество Твое, Христе Боже нашего Сия мирови, свет разума Днесь Бо звездам служащие Звездою Учахусе Тебе кланяйтесь Солнцу правды И тебе видите С высоты востока Господи, слава тебе То есть Иисус Христос называется там Солнцем правды Также есть у него песня Например, «Апрель» И умрет апрель И родится вновь Эта песня, ну, можно сказать Как о втором пришествии Христа Там есть такие слова, что На теле ран не счесть Нелегкие шаги И также и умрет апрель И родится вновь И придет уже навсегда Это как о втором пришествии Христа Ну, и его Крестные смерти Ну, и название символичное Апрель Получается, что Большинство Пасх Православных Именно на апрель выпадает Поэтому Очень даже похоже Что так оно и есть Что он писал На православную тему Ну, да Апрель Да Часто в апреле происходит Пасха Пасха, да Насколько я знаю Что В 45-м году Пасха у нас Была По-моему, 9-го мая Если я не ошибаюсь Или около того Или 8-го Или 9-го Ну, приблизительно так В этих числах Да 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 Поэтому К победу В ближайшей Ну, в текущей Спецоперации Ну, ожидаем мы Тоже На Пасху Текущего Или следующего Года По-моему, я смотрела Что на 24-й год Пасха выпадает На 6-е мая Могу ошибаться Ну, будем надеяться Что это наконец-то Уже закончится И все будет хорошо У всех Ну, да Как ты относишься К спецоперации? Нормально отношусь Это вынужденная Так сказать Мера Ну, которая Ну, я так понимаю Как сказать Что ни один нормальный Человек Не хочет Ну, войны Да Но мир Это то За что нужно воевать И за что нужно бороться Сергей Я знаю, что ты Очень творческий человек Помимо того, что ты Поешь в хоре И в ансамбле Ты также Сам творишь Поешь песни Сочиняешь стихи Расскажи, пожалуйста Про свои песни поподробнее Ну, как поподробнее В музыкальной школе Ну, тоже Так скажем Первые были Поподки сочинения Мой отец был Гениальным импровизатором Мог импровизировать В джазовом стиле На фортепиано И прекрасно Он тоже был музыкантом? Ну, да Он играл Он играл на фортепиано На превосходном уровне Был самым Эрудированным человеком Которого Моя мама встречала В жизни А мама у меня Профессор Доктор философских наук То еще можно Добавить Но мы Да, мы хотели Про творчество Что в своей песне Может быть про песни Что ты расскажешь Стихи расскажешь Интересно Поделиться с нами Ну, я хотел бы Мою песенку Спеть вам На Куликовом поле Тишина На стихи, кстати Питерской Девушки Которую зовут Дарья Румянцева Я Попросил ее Написать стихи Чтобы увековечить Сущность Совершенного Подвигом Который Пересвет Совершил На Куликовом поле На Куликовом поле Тишина Столетия Назад Затихли Звуки Битвы Что брусь Святая Возродилась Ото сна Мы Напоили Землю Кровью И молитвой Как наяву Я вижу Скачет Пересвет Лисским Облаченный Ведь копья Длиннее Нет Пронзенным Обречен Быть И на Пересвет Чтобы Сразить Копьем Врага Вседлем Он был Монахом Иноком Схимонахом Троицей Серговой Лавры Туховным Чадом Сергия Радонежского Преподобного Святого И вместе С Пересветом Там еще Участвовал Другой Монах Андрей Слябя И Ну Когда вышел Пересвет На бой С Челубеем На нем Не было Кольчуги На нем Было лишь Его облачение Монашеское Схимническое И Крест На нем Был И соответственно У Челубея Было очень Длинное Копье Не мог Его пронзить Своим Копьем Более Коротким Пересвет Никаким Образом Кроме Как Нанизавшись На копье Челубея Своим Телом Ну На конях Они Друг на друга Летели В принципе Оно так И Произошло Вот По этой Причине Что Была Необходимость Нанизаться На копье Челубея Не Одел Кольчугу Пересвет Потом Когда Они Друг друга Паранзили Конь Отнес Пересвет К Своей Рати Рать Раступилась Конь Зашел Туда Сняли Пересвет Посадили Андрея Осляга Который Тоже Был Монашеском Облачением Тоже Богатырь И Когда Раступилась Рать То Монголо Татары Увидели Визуально Того же Самого Человека Который Был пронзен Сейчас Наскво Понимаете Визуально Но Они Не Различить Их Просто Издалека И Они Ну Как бы Испугались Потому что Челубей Он считался Непобедимым Воином Бессмертным Он имел Чин Посвящение Духовного Помимо Своей физической Силы Он обладал Силой Духовной И По их Представлению Мира Представлению Монголо Татар Его убить Мог Лишь Другой Какой-то Посвященный Человек Колдун Там С какой-то Более Высокой Силой В летописях Монастыря Шаолин Также Вот это Зафиксировано Событие Которое В принципе В их Картину Мира Ну Скажем Не сильно Вписывается На самом деле Потому что Он имел Слишком Духовный Высокий Духовный Уровень Посвящения И Как-то Приезжала В Трольцер Главрова Делегация Из монастыря Шаолин И Говорила Об этом С Настоятелем Лавры Ну Вот Это Песня Расскажи Пожалуйста Стих Который Ты посвятил Костюмерам Прекрасным Прекрасной Половине Вашего Коллектива Лиза Лиза Лизавета Ты погладь Ко мне Вот это И вот это Мне погладь Не погладила Где Катька Надя Наденька Надежда Вся Помялась Одежда Поскорей Меня Погладь Наденька Надежда Катька Про костюмеров Было Да Погладь Ко мне Давай Какую-нибудь Хочется от тебя Известную песню Услышать Вот Что-то такое Тоже Из Того Что знают Все наши зрители И любят Что-то такое Прямо Вот Сергей Можно Попросить тебя Спеть О море Да Может Конечно О море Море Преданным Скалам Ты ненадолго Подаришь Прямой В море Восьми Я вас позвал Вы повернулись Как вас зовут Вы улыбнулись Кто это Леди Я спросил Ответ Мне Даша Поступил Какое Чудо Я сказал Ивана С Дарьей Увидав И Ваня С Дашей Стали наши Как будто Крым Наш Стал Однажды